Возвращение Саватеева на канал. Итак, шутка 1 апреля удалась. С 1 апреля, друзья, сколько я получил звонков и имейлов с поздравлениями. Кто-то меня уже в министр просвещения написал, а кто-то спросил о том, какая все-таки должность. Вроде не слышно, ничего же не было в газетах. Какую должность я получил? Какого-то секретного советника, что ли? Я не думал, что хоть кто-нибудь поверит, но у нас, оказывается, очень много людей просто не следит за календарем. Ну, в принципе, это прекрасно. А были обратные, был обратный эффект. Значит, 1 апреля вышел не только этот ролик, а с утра вышел нормальный настоящий разбор задачи про 1945-1945, где все было верно. Но из-за того, что он вышел 1 апреля, в комментариях пишут, не верьте ни одному слову, не существует гауссовых чисел, он врет. Это все 1 апреля. В общем, это просто круто, был антиобман и прямой обман. Короче, всем маткульт-привет. Саватиев возвращается и разбирает задачу Димы Епифанова. Дима дал шикарную задачу, абсолютно шикарную. Просто вообще шикардос. Вот, ну, можете пересмотреть ее. Там получается, что f от корня из 2 не существует, потому что равна и 2, и 4, где f от x равно предел при n стремиться к бесконечности, n кратной степенной башни, x в степени x, где нужно сверху отсчитывать. То есть x в степени, сколько открывается x в степени x, ну и так далее. Ну вот, там, например, 4-х кратная экспонента, она на самом деле должна быть так записана. Вот это в степени это, а это в степени все вместе. Ну, потому что иначе, если по-другому, там просто идут некоторые как произведения, и уже не так красиво и интересно. Самый интересный экспонент, конечно, вот такая. Ну и вот, значит, соответственно, он там провел эти рассуждения. Посмотрите на них и зацените. Это действительно очень симпатично и прикольно. Ну и сейчас я объясню, почему они являются ошибочными. И вообще, what's going on, как говорится. То есть, первая моя идея, которая оказалась абсолютно неверной. Я поймался, на самом деле, как воробей на мякине, потому что я подумал, что эта функция не может быть определена ни для чего, кроме x равно 1, что она для чего-то большего 1 должна уходить в бесконечность. Ну, нет, это не так. Смотрите, пусть x больше 1. Докажем некоторое количество лем про эту последовательность. Значит, про последовательность, ну, вот так напишем, лимит при n стремится к бесконечности fn от x. То есть, n-кратную экспоненту x, вот такую башню, n-кратную башню, мы назовем fn от x. И, соответственно, fn от x это предел, прям без бесконечности fn от x, такая функция. Так вот, значит, давайте несколько фактов, несколько продемонстрируем, несколько фактов. Ну, прежде всего, значит, fn от x, тогда fn от x на самом деле меньше, чем fn плюс 1 от x. То есть, это монотонная последовательность. Монотонная, я пока не утверждаю, что она не стремится к бесконечности, но я утверждаю, что она возрастает. Ну, в общем-то, по индукции, ну, вполне себе по индукции, да, то есть 1 меньше x, отсюда x в степени 1 меньше x в степени x. Ну, потому что мы число больше единицы, возводим в большую степень, получается больше число. Ну, график там, график, ну, давайте нарисуем тут график, да, какой-то такой. Что такое у нас x, да, ну, вот пусть это у нас будет переменная z, а здесь, соответственно, x в степени z. Ну, то есть, нарисуем просто соответствующий график. В нуле он пройдет через 1, и дальше он будет расти. Если x больше единицы, то, ну, понятно, вот так он выглядит. Это стандартная экспонента. Просто здесь запеременно обозначено z. x у нас фиксировано. Ну, вот такая вот функция. Ну, и понятно, она монотонна, значит, это верно. Но тогда дальше, соответственно, x в степени x меньше, чем x в степени x в степени x. Ну, потому что вот этот вот x уже доказано на предыдущем шаге меньше, чем x в степени x. Значит, и возведение в степени. И так далее. То есть, дальше по индукции мы доказываем монотонность. Далее. Далее. Это еще не все. Далее. Если x меньше y, то для любого n, fn от x меньше fn от y по ровно тем же самым причинам. x меньше y, значит, ну, давайте первый шаг, да, x в степени x меньше x в степени y. А это, в свою очередь, меньше, чем y в степени y, если у нас два числа, оба больше единицы и замонотонены. Ну, и дальше, 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 дальше так же. То есть, отсюда, значит, если существует предел при n стремиться к бесконечности fn от x, который мы назвали f от x, то для любого y большего равного единицы и меньшего x тоже существует f от y и оно меньше, чем f от x. Итак, если все-таки эта вот штука хоть где-то определена, мы пока про это еще ничего не знаем, но если хоть где-то она определена, то она гарантированно, гарантированно определена при всех меньших. И тогда действительно какая-то настоящая функция вот с такими какими-то красивыми интересными свойствами. А теперь внимание. Мне не хочется ничего стирать, поэтому я вот здесь где-нибудь напишу. Друзья, корень из двух в степени корень из двух меньше, чем корень из двух в квадрате, потому что корень из двух меньше корня из двух, а это два. Но тогда корень из двух в степени корень из двух в степени корень из двух меньше, чем корень из двух в квадрате, это опять же два. Хей-хо! А для любого n по индукции fn от корень из 2 меньше 2, а значит и предел, во-первых, существует, существует f от корень из 2, ну которая меньше или равно 2. Тут уже я не могу утверждать категорически, что она меньше строго, потому что в предельных переходах иногда возникает на флажке у вас равенство. Вот, а значит рассуждение Димы Епифанова про то, что f от корень, пусть f от x равно 4, и тогда x равно корень из 2, оно, как бы сказать, оно страдает тем, что мы, может быть, из ложной выкладки выводим что-то. Да, оно может даже доказать, на самом деле, что f от x не может быть равно 4, потому что если бы было x, при котором было бы равно 4, то его рассуждение означало бы, что это x, при котором x равное корень из 2. Но про корень из 2 мы знаем, что f от корень из 2 существует и меньше чем. Меньше или равен 2, а следовательно меньше 4. Вот, то есть единственное, что он тем самым доказал, это что посылка была ложной, что f от x не равно 4 ни при каком x. Вот, сейчас я, если я хоть где-то, сейчас совершу хоть одну ошибку, меня Боря разотрет в порошок, а я с этим роликом не готовился. Специально я даю ему шанс. Я не готовился, все это я делал сегодня в уме, пока летел в самолете. Я не готовился, поэтому, Боря, ты можешь взять реванш за 1945 год. Ой, задачу. Ну вот, короче, вот развенчание. Но нормальный человек спросит, а все-таки верно ли, что f от корень из 2 прямо равен 2? И вообще для каких x существует f от x? И вот здесь я хочу сказать следующее. На самом деле, f от x существует для таких x, для которых, ну понятно, если существует, то вот эта башня совпадает с вот этой башней. А тогда x в степени f от x должно быть равно f от x. То есть, если для x существует f от x, то она точно удовлетворяет такому уравнению. Ну, это значит, что если мы возьмем вот здесь, на этом графике, мы фактически берем пересечение с диагональю. Пересечение с диагональю. Ну вот, тут видите, их на самом деле может быть несколько, а может быть ноль. В зависимости от того, как прошел наш этот товарищ. Вот прошел снизу, прошел. Или он пошел куда-то там наверх и разошелся с диагональю. Вот, и первый момент, для которого существует такой предел, или, по крайней мере, имеет право на существование, это вот такая вот точка, в которой график, вот это такое x, при котором график x степени z касается сверху графика просто z, то есть диагонали. И вот это упражнение на дом. Я надеюсь, что я смогу посмотреть решение в комментариях. Но в любом случае, если даже я опять запарюсь там со своим графиком путешествий, то я думаю, вы друг друга посмотрите. У меня есть догадка, чему равна эта точка. Честно скажу, у меня есть эта догадка. Но я не буду дорешивать, потому что если я сейчас с кондачка буду, я могу и ошибиться, и тогда меня Боря разотрет в порошок. Вот, поэтому вы сами найдете. Но я повторяю, я на самом деле знаю, чему она равна. Вот так. Значит так. Во-первых, маткульт привет. А во-вторых, это еще не все. Ибо этот ролик я хочу завершить двумя приглашениями. Первым это в город Перемь. Все по ссылке. 13 апреля вслед за фильмом Александра Еременко новый фильм про математику выходит. Вышел уже на предыдущем фильме «Чувственная математика». Вот так, блин. На предыдущем фильме «Чувственная математика» я был в Иркутске у Сани Филатова, который сейчас сидит передо мной. Да. Туда тоже приезжал Александр Еременко, меня тоже пригласили на премьеру. А тут в Перми я еще и после фильма читаю лекцию. 19.30 по пермскому времени, если я не ошибаюсь. Но на самом деле я могу ошибаться не тому времени, верите, которое я сейчас сказал, а тому, которое будет вот здесь в комментарии, вот тут в полу, да, внизу ролика. 13 апреля фестиваль науки «Фьючер Дог». Ой, как он там? «Фьючер Сайнс»? «Фьючер Дог» назывался файл, который мне прислали. Вот. Будет после фильма будет моя лекция «Знаменитые нерешенные проблемы математики, формулируемые простым языком». Да, 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 Баян, да, Баян, да, Баян, да, Баян. На Сип Сайнс это первый мой миллионник, по-моему, в истории, да? Ну ничего, приходите, пермики, вы приходите, соленые уши, жду всех. Вот. Это первое приглашение. А второе, Татарстан нас ждет, понимаете? Нас ждет Татарстан 20 и 21 апреля. 20 апреля в 7.00 я вылетаю в набережные Челны, дальше программа вот здесь. Но, внимание, там, к сожалению, какие-то коронавирусные ограничения, и лишь на последнюю лекцию можно будет прийти свободно, остальные три лекции пройдут для специальных аудиторий, там, для студентов, для школьников. Но я все равно указываю на всякий случай, потому что вдруг вы являетесь одним из них, студентам или школьникам соответствующих заведений, и имеете возможность войти внутрь университета местного, тогда приходите и на эти. Но если нет, то приходите на последнюю лекцию, но обязательно зарегистрируйтесь здесь по ссылке. Никого, кто не зарегистрируется, не пустят, потому что в них есть надежда отследить всех заболевших ковид и перезаразивших всю нашу аудиторию в набережных Челнах. Вот так вот. Так что регистрируйтесь и с паспортом приходите на последнюю лекцию в набережных Челнах. Я не помню, как она называется, но по ссылке будет написано. И 21-го я рано утром перемещаюсь в Казань, и там тоже мероприятие, которое вот тут по ссылке, и вот туда, по-моему, вообще всем свободный вход. Но может быть, опять же, могут быть некоторые уточнения насчет свободного входа. Может быть, нужен паспорт, может быть, тоже потребуется регистрация, но кажется, в Казани с этим проще, потому что коронавирус объявлен в Казани несуществующим или малоразвитым. Ну, у нас важно не как коронавирус на самом деле, а как его объявили местные власти. Ну, это же понятно всем, мы же в России живем, мы знаем, как здесь все устроено в нашей родной Россиюшке. Вот, так что в набережных Челнах и в Казани я всех жду. Вот, до встречи на этих лекциях. Маткульт, привет!